Прокурор области сегодня впервые публично прокомментировал дело Евгения Урлашова. Юрий Верховцев также рассказал о расследовании других резонансных дел, заведенных на высокопоставленных подозреваемых. Илья Барабанов выслушивала ответы прокурора. Стоит отметить, что прессу глава регионального надзорного ведомства балует нечасто. После назначения в Ярославскую область в октябре прошлого года с журналистами в таком формате Юрий Верховцев общался всего второй раз. И, конечно, большинство вопросов касались резонансных дел последнего времени. В первую очередь областной прокурор прокомментировал уголовный скандал с Евгением Урлашовым. Достаточно сказать, что вообще любое такое преступление мы берем верхушку разберем. Чтобы было понятно, сначала поступает информация, что берут. Потом узнаем, что это делается на системной основе. Господин Урлашов сам себе создал всю эту систему. Пусть сам отвечает. В связи с тем, что 10 июля центральный аппарат Следственного комитета России забрал дело Урлашова в Москву, контроль за ходом следствия осуществляет Генеральная прокуратура. На первоначальных этапах, когда мэрское дело находилось еще в Ярославле, надзор вела прокуратура области. По словам Верховцева, никаких нарушений закона в ходе следствия не выявлено. То есть претензий к работе следователей нет. Кстати, в 2011 году, когда Юрий Верховцев возглавлял еще Смоленскую прокуратуру, должности лишился и получил 4 года колонии строгого режима мэр Смоленска Эдуард Коченовский. По версии следствия, он вымогал у директора строительной компании взятку в виде трехкомнатной квартиры за выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Вообще, к сожалению, тем дарод более значимое лицо, тем сразу он начинает связываться с политикой. Ну, вспомнить того же мэра Смоленска, он, к сожалению, как был директором рынка в свое время и выбрался на политической, так сказать, основе, но он им так и остался. Другой скандал – уголовное дело бывшего заместителя руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Михаила Белянкина. Согласно материалам, в прошлом году он предложил двум предпринимателям за 300 тысяч рублей помочь уменьшить налоги, штрафы и пени по результатам проведенных проверок. Сейчас дело Белянкина направлено в суд. Первое заседание назначено на 19 августа. А вот большие претензии у прокуратуры к следователям по делу Игоря Лизагуба, бывшего начальника оперативного управления регионального УФСИН, обвиняют в получении взятки за условно-досрочное освобождение заключенного восьмой колонии. Материалы в очередной раз вернули в региональное следственное управление. Наша основная задача, мы должны обеспечить направление суд-дел, которое качественно расследовано, и недостатки следствия, которых отсутствует. Поскольку они по данному уголовному делу есть, поэтому оно возвращено на доследование для устранения этих недостатков. Прокурор области сегодня также заявил, что его ведомство обратилось в суд с требованием отмены регистрации кандидатов в депутаты региональной думы от партии РПР Парнас. Как выяснилось, у Владимира Карамурзы, кроме российского, есть еще и британское гражданство. Причем кандидат даже этого не скрывал. Хотя и знал, что по российским законам не имеет права баллотироваться в парламентарии. Наш избирком зарегистрировал лицо с двойным гражданством, он одновременно является подданным в Великобритании. Подписали заявление в суд на отмену регистрации в качестве кандидата, поскольку по закону запрещено иностранным гражданам участвовать в наших выборах. Продолжение следует...